На новом автомобиле по этой дороге лучше не ездить, говорят водители. Разбивается подвеска. Вроде и ремонт на улице 9 линия был проведен не так давно, осенью 2019-го. А результат местных жителей не устроил. Глубокие ямы залатали, но вместо них появились бугры, между которыми водители должны маневрировать. Тут можно было бы посмотреть утром, как собираются пробки, потому что вежливые водители собираются на одной стороне дороги, чтобы пропустить тех, кто едет по другой. Двусторонние движения по данной дороге практически невозможны. Колеса попадают в ямы, разбивается подвеска, рвется корт у резины, портятся автомобили. В переулке 9 линии ремонт тоже провели. По словам местных жителей, ямы просто засыпали асфальтовой крошкой, которая продержалась всего несколько недель. 1-2 октября был проведен ремонт дороги. Но, к сожалению, ремонт был осуществлен именно в такую же погоду. И в дорожные ямы, полные грязи и воды, работники организации, проводящие ремонт, насыпали асфальтовую смесь. Причем они абсолютно ее не прокатали, не утрамбовали, а оставили именно в таком виде. Мы получили еще худший результат. Ямы остались те же, что были, но теперь перед явами у нас образовался асфальтовый бруствер, через который машины прыгают, бьются днищем. Ну, мы очень и очень недовольны подобным качеством проведения работ. Состояние российских дорог – тема, увы, вечная. Хотя известно, что на ремонт государство ежегодно выделяет немалые деньги из бюджета. Мы направили обращение в администрацию города Рязани с просьбой проверить качество ремонта этих дорог и разобраться в сложившейся проблемной ситуации. Отремонтируют ли дороги в районе улицы 9-я линия – покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».